Как всегда, взять груз, и мы в гипермаркете сейчас будем приобретать продукты. Хочу сказать перед тем, как мы отправимся за ними, что я люблю и обожаю очень правильные магазины. Бывает, ты зайдешь в магазин и не понимаешь, где что находится, а здесь все просто. Начинаешь с одного и заканчиваешь тем, что нужно. Давайте отправимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зельгроз – огромный гипермаркет для всех людей, которые ценят качество. Это очень важно в наше время, потому что он отличается от многих других таких же похожих огромных гипермаркетов тем, что у них есть свое производство, собственное производство. Это мясные деликатесы. И каждую неделю здесь проводится бесплатная дегустация. Любой человек может подойти, попробовать, оценить, и, несомненно, уйдет с покупкой. Очень важно сказать, что деликатесы, они состоят из натурального мяса. Насколько нам известно, сейчас хорошую колбасу нигде не купишь, ну, а здесь это можно сделать. И перед тем, как купить, обязательно попробовать. Пройдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас уникальный случай. Справа от меня стоит девушка, я зовут Ольга. Она на протяжении многих лет не покупала колбасу, потому что было отвратительное качество. И здесь попробовав, можете рассказать поподробнее? Да, здесь попробовав, при открытии мы попробовали. Я вот не помню, сразу появилась продукция или через какое-то время. Я купила здесь, по-моему, сосиски были молочные. Я просто была в восторге, потому что они напомнили мне то советское время, потому что я все-таки оттуда, немножко оттуда. Добавляю, что я бы так не сказал. Да, спасибо. И все, и полностью перешли на этот ассортимент. Колбаски, охотничьи, зельс очень вкусный. А, еще ливерная колбаса, обалденная. А знаете почему? Потому что это все свое производство. Производит зельгроз. За качество отвечаем. Вот, пожалуйста, живой пример. Ну, я в восторге. Мне очень понравилось. И сестра, кстати, тоже моя. Не ела, не покупала на протяжении многих лет вообще ни колбасу, ничего. Потому что отвратительного качества есть было невозможно. Попробовав это, стали есть только это. И сюда только приезжаем за этим. Ну, давайте же пробовать, пожалуйста. Продолжается дегустация. Конечно, это, несомненно, вкусно, приятно. И всегда можно понять, насколько качественный продукт. И вот, конечно же, хотелось бы от первых лиц, которые только что к нам присоединились, узнать, как часто вы посещаете этот гипермаркет, признавайтесь. Практически ежедневно. Ежедневно. Пробуйте, пробуйте. Ну, вот хочется узнать, у самого маленького представителя, самого маленького, не любит, но ест, заметьте, значит любит. Ну, как признавайтесь, как вам на вкус? Вы не попробовали, пробуйте. Вы тоже попробовали? Вкусно, отличный выбор, я тоже пробовал. Как вам? Ну, что напоминает мяса много, мало, подсказывайте. Хорошо по консистенции, то есть достаточно мягкое, но в то же время, да, вот именно вкус мяса ощущается. То есть это не, да, чувствуется не химия, чувствуется натуральный вкус. Очень вкусно будет. Нам очень приятно, нам очень приятно. Покупайте и радуйте нас своими покупками. Спасибо. 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 Один мальчик прожил без еды 7 дней, потому что, как говорила его бабушка, бутерброд – это не еда. Теперь программа «Любимый дом», с которой очень легко готовить и вкусно жить. И сегодня, кстати, мы будем готовить с улыбкой. Обычно мы готовили очень грустно, что-то происходило. Сегодня точно с улыбкой, потому что у нас в гостях, друзья, у нас в гостях руководитель Волгоградской областной филармонии – Татьяна Петровна. Встречайте. Ну, только детская филармония. Детская филармония. Ну, а я человек взрослый, поэтому я на себя примерил. Татьяна Петровна, как у вас настроение? Все хорошо? Шикарно. Вот знаешь, что в нашем регионе, мне кажется, ни одну семью не обошел случай. В том, что, мне кажется, в каждой семье есть, насколько мне известно, у вас ансамбль, который называется «Улыбка». Улыбка, да. Еще, да, есть? Ансамбль Юг России – это выросшая улыбка. Это выросшая улыбка, это уже взрослые, да. Совсем взрослые, и мне кажется… Они были когда-то улыбкой тоже. Вот к кому бы я ни обращался, к людям, у которых есть дети, они, каждый мне говорил, да, вот мой ребенок танцует в улыбке, или мой ребенок танцевал в улыбке, сейчас танцует в Юге России, мне кажется, знают вас абсолютно все. Это правда, да? Вы знаете, что? Я сейчас скажу. Значит, у нас один товарищ, который работает, мой коллега. Он давно очень работает в культуре, говорит, у нас весь город делится на две части, руки какие. Кто сейчас танцует в улыбке, и кто раньше танцевал. И кто раньше танцевал, тогда на три, кто будет танцевать в улыбке, да? Да. Все мы будем танцевать в улыбке. Ну, начнем с того, что, Татьяна Петровна, расскажите, что будем готовить, удивлять? У нас тут нужно удивлять людей, которые смотрят нашу передачу, да, пока что можно это отставить. Что будем готовить, расскажите. Ну, можно было бы побольше приготовить, но так как время у нас ограничено, я буду, во-первых, буду готовить капустный, пирог с капустой по-уральски. О, как мы и раньше. Да, я уже на Урале вообще всю свою сознательную жизнь прожила. Где, где призналась? Ну, Свердловск, сейчас Екатеринбург называют. Екатеринбург, да. Танцевала сама в государственном уральском русском народном хоре. А я в Челябинске жил, мы земляки, да. Ну, все лучше люди с Урала. Начинаем, начинаем. Так, пирог по-уральски, дальше. Да, и, ну, и мясо по-семейному, как мы обычно делаем. У меня детей много, внуков много, даже правочка есть. Сколько, давайте, вот честно. Ну, трое детей, все они в культуре, между ними. А трое детей все в культуре, танцевали в улыбке. Танцевали, ну, нет, двое пацанов у меня, двойники, они танцевали в детстве в улыбке. А, ну, дочка нет, не танцевала. Вот, да. Хватит парней, да? А правнуки, внуки и правнуки все танцуют и поют. Все танцуют и поют. И поют. Ну, а мы будем готовить. Да. Ну, давайте приступать. Мною можно командовать, я что-то могу помочь вам, если... Так, а самое главное, вот это, у вас глаза не накрашены. Накрашены, но я потерплю. Да? Мы сейчас сначала, значит, нашинкуем капусту. Нашинкуем капусту, хорошо. Да. Это будете делать вы? Да. Нет, наверное, не капусту, все-таки этот лук. Лук? Лук. А есть еще, еще одна, есть, потому что лука много. Нож или... Ну, не нож, а вот это... Доска. Досочка, да. Доска, а, к сожалению, у нас одна. Вот нам все-таки, да? Ну, да. Вы же не знали, что вы столько лука нам принесете? Ну, лук. Во-первых, нужно и для мяса много лука, и для этого, и для пирога. Вот, ну ладно, еще быстро. Татьяна Петровна, вот пока, собственно, лук мы нашинкуем, расскажите, пожалуйста, как... Ну, маленько поплачем, но ничего. Да. Как вы пришли к тому, что стали руководителем, вы сами танцевали? Откуда корни, откуда все это... Корни? Ой, корни очень далеко. У меня вся семья моя, в общем-то... У меня дед вообще певец оперный. Ну, один из дедов. Вот, значит... Ну, вообще, он закончил, он в Америке пел в метрополитен опера. Конечно. Да, ну, это после революции он оттуда эмигрировал. Ну, знаете, многие... А, ну... Да. Ну, во-первых, во-вторых, значит, все... Двоюродный дед вообще танцевал. В опере. В опере танцевал. Танцевал в опере, да? В опере, да. Это прекрасно. Да, в оперном театре. Ну, во-первых, вся семья пела и играла на всех музыкальных инструментах. Это... Ну, это я даже помню, даже когда я совсем маленькая была, я это все прекрасно помню. Ну, как бы... Сама я училась в Хиевском хореографическом училище. Ну, немножко не закончила я, вот, по болезни. Но все равно потом закончила Ленинградский институт культуры, именно хореографию. Ну, вот так. Так все началось. Так все началось. А вот в нашем регионе как? Ой, ну, это вообще... Это по семейным обстоятельствам. Мы уже очень старая мать, мы сюда переехали из Свердловска. Вот так получилось. Ну, и вы решили... Ну, у меня в Свердловске, когда у меня вдвойня родилась, я из хора ушла, потому что он гастрольный вообще. Ну, когда у людей вдвойня рождаются, они не только из хора уходят, но и все уже изменяется, да. Ну, у меня практически ничего не изменилось. Они чуть-чуть подросли, я там сделала детский ансамбль «Улыбка» там. Он и сейчас там... Существует, да? Он шикарный совершенно. Он немножко другой. Вы связь держите? Ну, а как же, конечно, да. Ну, я уже там 32 года не живу, но они мне все поздравляют и все помнят. Все поздравляют и поздравляют, да? Да, и помнят. Вот интересно, да. Это же очень хорошо. Там люди вообще очень благодарны. Немножко другие, чем на юге. Вообще, на севере. Ну, вы знаете, вы же из Челябинска, вы же знаете. Вот. Ну, здесь тоже хороший народ. Мне здесь тоже все нравится. Так это надо в какую-то другую. Да, в другую емкость? А я займусь поиском емкости. Подождите, я нашла. Где там? Нищите. А, все есть, да? Да, я нашла. Это просто для другого блюда. Заготовочка. Про наших партнеров хочу рассказать. И вам, и всем остальным телезрителям. Настоящий вкус леток. Круглый год за вашим столом. Это торговая марка Горлинга. Вот, честно, в нашем регионе это производится. Очень много наград они получили, потому что от такого масла нет нигде. Нет точно. По всему миру, да. Вы с этим согласны полностью, да? Абсолютно. Так, ну что, а какой процесс сейчас будет? То есть мы лук обжариваем, да? Да. Много лука. Вот это сейчас я уже делаю для этого, для мяса. А вот это обжаривается для пирога, да? Для пирога, да. Для пирога. Ну, а вот сейчас, что под собой подразумевает ваш большой, большой такой танцевальный мир? Да, вот дети со скольки лет могут... С трех лет. Я знаю, что у вас несколько баз тренировочных, да? Две. Две, да? Две базы. Где они находятся? Давайте вот в паровне, это очень важно. Да, одна база у нас новая на Пархоменко, вот, ну, собственно говоря, она нас совершенно устраивает. Три огромных балетных класса, ну, все там есть, офисы и костюмерные, и бухгалтеры, все там в одном месте. Просто прекрасно, нас совершенно устраивает. Да. А еще одна база на Красном Октябре, ну, в самом начале Красного, это напротив Творца Спорта. Все, кто в том регионе живет, они туда ходят. Ну, это удобно, это очень удобно. Ну, да. И, кстати, я всегда, мне вызывало, вызывало на лицо улыбку, потому что, когда я передвигаюсь на автомобиле по городу, и вижу впереди стоящий автомобиль, где-то там в пробке, или просто он стоит. Мой ребенок танцует в улыбке. И не было ни дня, чтобы я не проехал по городу и не увидел такую наклейку на автомобиле. Это очень классно, это здорово, что родители поддерживают, да? Да, без родителей вообще детское искусство не может существовать, потому что три раза в неделю вообще уйти от телевизора, от какого-нибудь матча, извините, для пап. Футбольного. Да. Вот ругайте всех пап и меня в том числе. Мамочки, значит, уходят от всех этих сериалов и идут к нам в улыбку. Ну, правда, там тоже есть кружок поинтересу, они там все нашли уже своих друзей. Они приходят там, чем только не занимаются, пока детки танцуют. Пока детки танцуют в интернете, загрузили. Да, если бы был еще один балетный класс, мы бы для родителей, для мамочек какой-нибудь фитнес, ну, пока нет. А ладно, вот еще такой интересный вопрос у меня к вам появился. Я знаю, что дети, которые танцевали в улыбке после этого в Юг России, многие из них отправляются работать за границу. Это ужасно. Это ужасно. Самые лучшие танцуют. Ну, в Москве, вот только что недавно у меня целая куча уехала туда народу. Ага. В Москве, в Китае там страшная картина сколько, в Гонконге. Ну, тоже Китай, конечно, но это немножко не Китай. Дальше. В Италии масса, в Германии, полгермании мои вообще. Я уже не говорю, даже в Америке. Вы понимаете? То есть, ну, вообще везде. В Японии вот сейчас оказалась Юлька у меня, Богданова, Ольга. Я даже не ожидала, что она сама туда прорвется. Вы понимаете? То есть, везде танцуют, к сожалению. Но самые лучшие, я считаю, и самые верные остались у нас. Остались здесь, да. Да, и у нас вот буквально в пятницу был концерт в этом. Ой, надо делать. Надо, да, а то лук горит. Да, да, да. Но мне кажется, все равно, вот мое мнение такое, то, что если по всему миру, получается, раскидало выпускников, да, филармонии, то это значит очень серьезный уровень. А вы знаете, сколько у меня их танцуют в наших театрах? Ну, сколько, давайте. Да в театрах, в оперном театре у нас, в Царицинской опере танцуют люди. В казачьем курении, в казачьей воле. То есть, везде по всем школам искусств вообще работают наши опыта. Ну, потому что за столько лет вот через наши руки прошло, ну, тысяч двадцать. Двадцать? Не меньше. Двадцать тысяч человек. Двадцать тысяч человек. И все успешные люди, и все успешные, понимаете? Потому что улыбка это такой коконев в таком, понимаете? Они у нас, никто не пьют, не курят, не колятся, не гуляют, ничего. Они только пляшут. И папа футбол еще не смотрит. Ну, я вот, многие, многие как относятся к тому, чтобы человек отдать в хореографию. Ну, я сейчас касаемо говорю улыбку, да. А говорят, ну, что там, учат, научат танцевать. Вот мое мнение такое, насколько я знаю, что у вас очень дружный коллектив, очень дружный. Это включая детей, и педагогов, и родителей, да. И всех остальных. И педагоги все наши выпускники. Вот. Это очень важно, что формирует характер. Да. Характер. Вот это вы очень хорошо сказали. Формирует характер. Не только научит вашего ребенка прыгать, бегать. Даже если он и танцевать дальше не будет, все равно все это остается при нем. Ну, останется хорошим человеком. Да, и если даже он будет просто какими-то бизнесменами, еще кем-то, понимаете, ну, к примеру, да, ну, парикмахером, он все равно будет там лучше. Да. Вы понимаете, вот это я бы проследила. А, ну, я лично бывал у меня, я как крестный отец, девочки, да, лично бывал на выпускном, мне очень понравилось, много материала, видео там снял, посмотрел, как они танцуют. Правда? Да, действительно. А когда это вы были? Это было летом, прошлым летом, год назад. Да, ну, где-то там летом. Капусту режем. По-моему, летом. Капусту, да? Режем капусту. Сняли листья всякие. Вы классно все делаете? Дело в том, что когда много детей, а когда еще в гости потом, каждый день, особенно в Сегловске, когда это было, приходит полуральского хора к тебе в гости, говорит, приготовь вот этот плов, ни у кого так не получается, как у тебя. И полуральского хора это сколько? 50 человек? Ну, каждый день человек по 10 приходит. По 10, да? Каждый день разные. Ну, короче, я говорю, продукты. Продукты все принесли. Ну, то есть, понимаете, все, учишься очень быстро делать все, ну, как бы качественно. Ну, вы знаете, это, да, это очень хорошо. Я вот, я вот знаю, что вот такой, мне кажется, свой дух у вас в улыбке, да, и вот с малых лет все до сих пор общаются, поздравляют, улыбаются, да, звонят, поздравляют. Так, мне надо еще одну одну, вот отсюда переложить надо еще. Не теряются. Тарелочку, можно ли? Тарелочку, без проблем, конечно же. Так, большую, большую, маленькую, среднюю. Любую, любую. Ну, полуральского хора к нам пришло, поэтому большую. А после лука чем мы будем заниматься? Вот сейчас мы нарежем лук и... Лук я буду раскатывать в тесто. Раскатывать тесто. Ну, давайте тогда дождемся. Дождемся. Да, дождемся. Сейчас я сюда вывалю. А этот рецепт приготовления откуда вы взяли? Я сейчас расскажу. Это отдельная песня. Отдельная песня или отдельный танец. Меня воспитывали дедушка с бабушкой, но так получилось, что у меня родители погибли очень рано, когда мне было 7 лет. Так получилось. Вот. Чуть-чуть. Так, только я убавлю, а то он у меня сгорит. Капусту надо чуть-чуть. Вот в чем весь... Здесь вот тоже делают капустные пироги. Но они ее тут парят, и она получается с паренной капустой. А мы ее чуть-чуть обжариваем, капельку. Ага. Да, мы по-другому немножко делаем. Это по-уральски. Совсем немножечко, да? Ну, да. Чтобы она обмякла. А, вот я научился, насколько нужно. Ну, наполовинку. Вот так, до пяти хватит. Хватит, да? Угу. Ну, вроде бы все получилось. Ага, отлично. Так, ну, отдельная песня. Вы мне обещали отдельную песню. Сейчас скажу, это бабушка. Ну, что, вот я вот режу, да? А у нас дома была вот такая деревянная такая корыца, называется. И сечка. Так. Она вот тут крупно резала, а потом только корыца сечкой. И мясо тоже никогда не крутили. А вот так сечкой. А-а-а. Да, и она получилась маленькая, значит, вкусно получалась. Ну, как рубленая. Ну, рубленая получалась. И капусту также. Потому что деревянная все, понимаете, и, в общем, все интересное. И никогда не обжаривали, вот так как здесь обжаривают, на Волге. Она даже ее не обжаривала, потому что у нас была плита. Не плита такая, это раньше не было. У нас была голландская печка. Ну, неудобно с ней в каждый раз туда лазить. Она просто кипятком отдавала ее. А про рецепт, рецепт. Сейчас, ну, вот так вот, отдельно лук. Теперь отдельно с этой, с капустой надо. Где сливочное масло? Сливочное масло. Оно подгуляло маленько, ну, ничего. А подгуляло. А тесто тоже подгуляло. Если вдруг масло ваше немножко подтаяло, оно на самом деле подгуляло. Оно подгуляло, вон такое. Ладно, здесь просто жарковато. Вот так. Нет, я все к тому, что хотел бы поинтересоваться. Рецепт-то этот. Рецепт. Потом яйца туда вареные. Бабушка все, бабушка. Бабушка? Бабушка. Ну, она меня воспитывала, собственно говоря. Так, яйца вареные тоже будем резать, да? Да, порезать туда же. Лук. Но потом, значит, тесто. Ну, тесто она сама делала. Я готова их делать, потому что сделать тесто, это целая история. Надо с дрожжами там. Короче, это долго. Поэтому я дома тоже беру готовое тесто. И нормально получается, отлично. Ну, я пока вот в голове не укладывается, как это получится пюрок. Пюрок? А, тесто вижу, да, тесто вижу, да, тесто вижу. А важно, да, очень мелко нарезать. Мелко надо, это даже крупно, надо совсем мелко, тогда совершенно другой вкус получается. Ну, что теперь делать? Ну, ничего страшного. Мелко, мелко, не мелко, да. Мы сейчас будем нарезать, тушить, смешивать с луком, да? Да, да. Смешивать с луком. Уйдем мы с вами сейчас на небольшую, коротенькую рекламу, да. Перед ней что хочется сказать. Уважаемые хозяйки, если вдруг вас упрекают, потому что у вас еда не разнообразная, просто в следующий раз приготовьте им котлеты разного размера. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем мы программу «Любимый дом». Сегодня в гостях, я напоминаю, у нас Татьяна Петровна, руководитель Волгоградской, детской. Детской, добавил уже, запомнил, областной филармонии. Мы сегодня готовим прекрасные, а прекрасные блюда, да. И, кстати, я хотел бы сказать, что все продукты мы приобрели в огромном, большом гипермаркете «Зельгроз». Очень удобно, очень быстро и немаловажно. И качественно, да, и немаловажно. Вы знаете, что у них мясные великатесы, собственно, производства. Потому что сейчас, честно скажу, тяжело найти колбасу, например, в которой есть мясо. Да, потому что, как я уже говорил ранее в программах, та колбаса, которая стоит меньше 200 рублей, можно смело употреблять в пост. А вот «Зельгроз» настоящая колбаса, настоящая, вкусная и полезная. И полезная, да. Ну что, продолжаем знакомиться с вашими продуктами. Сейчас давайте напомним, что мы сделали уже. Так, мы вообще сейчас готовим пока пирог. Мы поджарили лук. Теперь мы обрабатываем тепловую, вот это не жарко, это тепловая обработка капусты. Тоже мелко-мелко-мелко мы ее. И вот яйца, вареные яйца, я их сейчас измельчаю, короче. Потом сейчас это будет начинка уже готова. И в чем еще фокус? Сюда не только соль, чуть-чуть сахар. Ух ты! Да, тогда вообще что-то. Что-то с чем-то. Совершенно по-другому получается. И вообще, как китайцы, они везде чуть-чуть добавляют сахара. Вот я думаю, почему так вкусно? А он как-то... Какие хитрые китайцы. Значит, просто сахар ешь. Да. Невкусно. А вот сахар с сахаром. Сахар с солью. С солью, да, это уже вкуснее. Кстати, ну, ни для кого не секрет, что мы снимаем передачу в мебельном муле. Диамант на Бакинской он находится, да, если кто-то не знает. Находимся мы на втором этаже. Мебельный, мебельный салон, который называется «Любимый дом». Вы изучили, посмотрели, глаз на что-то упал, понравилось вам здесь. Признавайтесь, признавайтесь. Как вам здесь вот обстановка? Вы, понимаете, не спрашиваете. Нет. Шикарно. Думала, может, ирифель. Нет, нет. Шикарно, да? Обстановка шикарная, конечно. Ну, я так понимаю, у вас дома есть наверняка диван, кровать, комодку. Я очень люблю белую мебель. У меня тоже белая кухня. Белая. Белая спальня. Единственное, у меня гостиная, но тоже мебель там белая. Тоже мебель. Но самое важное в любимом доме, честно скажу, это ценовая политика абсолютно разная. Разные цены доступные. На данный момент и в наше время это очень хорошо. Приходите, приобретайте, смотрите, можете на себе все попробовать, почувствовать и понять, какая именно мебель вам нужна. Так, дальше движемся, да? Так, чуть-чуть обрабатываем поверхность. Обрабатываем поверхность. Да. Чуть-чуть. Это просто здорово. Я все-таки хотел сначала подумать, понять, как мы с тестом поступим. Ну а вот так вот, легко и просто. Оно тоже маленько подгуляло у нас. Слушай, у нас сегодня все гуляют. Ну да. Сейчас в конце программы окажется, что мы с вами где-то тоже гуляли. Оно должно быть чуть-чуть разморожено, а оно у нас даже пошло гулять куда-то за пределы своего пакета. Ну а вот вы как считаете, пирог это быстрое блюдо, да? Это быстро. Это быстро, да. Ну у меня есть еще более быстрое. Ну мой самый любимый, это, конечно, вот этот пирог. Ну у меня тоже есть очень быстрое блюдо. Лапша быстро приготовляется. Шикарно. Пипятком залил и все. Меня так удивляют дома, я не знаю. Ну что, сейчас два пирога получится? Нет, это сверху. А, две подушки мы готовим, да? Да, да, да. Сверху, это закрытый пирог. Закрытый, конечно, закрытый. Открытый, если бы я делала, я бы за две минуты сделала. Да вы что? Да, заливной. Ну все сейчас, это модно очень. Открытый, модно открытый или закрытый? Ну и так, и так вкусно. А, и так, и так вкусно, да? Тоже надо обработать, да. Масло самое вкусное. Масло, которое, да, очень полезное, очень насыщенное. Сливочное вот я сюда добавила. Да, ну а есть горчичное, горненькое. Ну, это в салаты шикарно. Лучше ничего не... Я когда приехала сюда, я никогда не пробовала вообще. Горчичное масло, да? Никогда, а на Урале его нет. Естественно. А вот я когда тоже... И, кстати, его на Урале нет, на юге нет. Я бы сказал, что его практически нигде нет. Потому что я когда приезжаю, вот у меня есть знакомые, допустим, в Краснодарском крае. Они с Сибири тоже, кстати, туда перебрались. И они... Мы звоним, мы все, в гости приедем. Они говорят, вы едете в гости, пожалуйста, привезите нам вашего местного горчичного масла. Да, меня тоже, кстати, просят. И мы теперь уже куда-то едем. И уже думать не надо, что везти. Уже думать не надо, что везти. Уже знаешь, что надо. Ну, оно, во-первых, вкусно, во-вторых, оно очень полезно. Очень полезно. Вот я в свое время... Так, произошло, я общался с владельцем завода Радос, да, где это все производится. Он мне провел экскурсию по... А где это такой завод? Радос называется. А где он? Он нах... Я по улицам... Здесь, в Волгограде? Да, да, рядом с Максимкой, вот так. Да. И я с ним общался, он мне провел экскурсию и рассказал. То есть какой-то есть там ингредиент в масле, который не очень полезный. Это не в этом, оно вообще в другом масле. Угу. И каким-то образом ты, допустим, ну, и когда масло производишь, он остается там. А в этом масле его нет. Его не существует. И когда они своим коллегам, партнерам, по-моему, из Германии, да, они прислали, они сделали экспертизу, они сказали, как? Как вы добились того, что вот этого, ну, вещества там нет, этого элемента, вот не помню, как он точно называется. Ну, канцерогены всякие. Наверное, да, они говорят, очень просто. Мы не, как все, мы не пытаемся извлечь его с горчицей. Мы просто вырастили другой сорт. Вот так. Вот таким хитрым и интересным способом. Вот это осталось, это можно кушать. Это мы доедим, да. Обязательно. Так, ну что, пирог, все, яйца, лук, капуста. Уже здесь подушку сейчас еще одно масло. И сверху. Надо масло или не надо уже? Масло уже не надо. Масло уже не надо. Масло я добавила сливочное туда. Так, это надо смазать. Так, ну, как получается? То, что мы сейчас накроем, в принципе, и можно отправлять в духовку, да? В духовку и быстренько буду сейчас делать мясо. Ну, а вы, получается, в свое время тоже работали хореографом, да? Ну, я и сейчас работаю хореографом. А, вы даже и сейчас работаете хореографом. Я думал, вы руководитель уже все. Я заведующая кафедры хореографии в нашем АПГИКа. Да вы что? Да. Вы меня удивляете. Еще и народный танец преподаю. Да, да. Что такое классический, можно сказать? Сидя на стуле, сказать. Рон джамп ан де ор, подебуре фуете, подебуре тур ан де дан, аттитюд. Все. Они поймут арагонскую ходу. Встать и показать. Давай. А, народный танец, только так. Я ничего не понял, но мне интересно. Да, ну, потому что вы не хореограф. Да. Я, мне кажется, еще 10-15 минут, и я буду отправляться, отправлюсь к вам точно. А, кстати, есть взрослые группы? Есть. Ну, мне, я пришел такой взрослый мужик, и говорю, можно мне позаниматься? Ну, если бы только с 5 лет уже у нас. Или с 3. А, вот. Конечно. Зачем вам нужен? Бездарность, зачем вам это нужна? Ну, не то, что бездарность, просто не обученный. Еще и футбол смотрит, да? Может быть, одаренный, кто знает. Но я бы не сказал, я знаю себя, что я одаренный. Но это надо с детства. С детства, да? Это хореография, это физиология, это анатомия. Это музыкальность. Ну, что такое анатомия? Чтобы связки были растянуты, чтобы прыжок был большой, чтобы эти стопа была развита, чтобы музыкальный слух был, ритмика. Вот это все должно быть. А вот, ну, ни для кого не секрет, что есть дети, которым дано, которым не дано. Дано от природы, полно таких детей. Полно, да? А вообще бездарных детей нет. Не существует, да? Их можно развить, это все. И во многом это зависит от желания ребенка. От желания родителей. От желания родителей в основном, да? Чтобы они водили. А как, то есть, ну, ребенок, ну, вот ждет такие, там, мам, я не хочу, что это вот это. Сколько угодно. Да. Надо это пережить. И ребенку надо помочь. Потому что первое, первое занятие одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну, конечно. А надо помочь ребенку это пережить, понимаешь? На начальной стадии ты... Ну, когда ребенок вышел на сцену, плохое слово скажу, палкой не выгонишь из-за сценки. Да, когда он понял. Да, да. Он понял, что он получает. Вкус сцены. Ну, все. Эмоции. Не очень красиво внешне, но зато вкусно и изумительно. Да. Так, где у нас? Вот, сколько градусов? Ну, 180. 180 градусов. Значит, отсюда перекладываем. По мясу теперь давайте. Ложечку можно? Ложка. Конечно же. Пожалуйста, ложка по мясу. Этот рецепт откуда? Этот рецепт, ну, как бы, он у нас семейный. Мы просто его сами выработали как-то на даче. А, на даче. Да. И теперь очень часто его готовим, потому что правда вкусно получается. Ну, он не такой уж прям сложный, этот рецепт. Ну, я вот смотрю, вы лук любите. Лук везде. Ну, во-первых, он дает вкус определенный. Лук. Да. Он дает определенный. Безусловно. Откуда вдохновление черпает человек, который уже очень много-много-много лет занимается хореографией? От природы. Природа, да? Природа. Если этого нет, очень редко. Вообще, от природы все дается. Понимаете? Главное, уметь этим воспользоваться. Конечно. От природы очень многое дается. Так, сейчас пока нагревается. А, наверное, прибавить, да, нужно? На полную катушку. Ну, начинаем. Ага. Итак. Сейчас маленько шумно будет. Шумно? Да. Сейчас себя попробую. Ну, ничего страшного, пошумите. Я пока с плитой разберусь, мне на это надо 30 минут. Ладно. И так, два, три, четыре. Все. Я понял, в чем дело. У меня просто не подходит палец к этой плите. Правда. Он меня не служит. По качеству или по размеру. Ну, чуть-чуть крутишь, он меня начинает уже понимать, да. Не те пальцы, не те. Вот именно это слово вы мне сказали, если бы я пошел на хореографию. Не те пальцы, не в ту сторону вы показываете пальцы. Ну, дети. Дети это все, что самое лучшее есть на этом свете. Но мы когда-то тоже были детьми. Жаль, что мы этого не понимали, да? Да. Дети. А вот какой примерно, ну вот план развития ребенка, который хочет заниматься, он талантом. То есть он сначала в детском возрасте со скольки лет примерно отправляется. На занятия. Со скольки, ну, во сколько родители приведут? Мальчикам бы лучше попозднее. Ну, примерно. Примерно. Мальчикам бы с пяти, а девочкам бы с трех. С трех лет? Да, мы с трех берем. А вот эти бы вы были у нас на концерте в пятницу. Знаете, что трехлетки там делали? Ой-ой-ой. Очень хорошо, да? Да. Ну что, мы сейчас выкладываем мясо. Это какое мясо, кстати? Это свинина или лопатка, или шея. Или лопатка, или шея, да. Ну, лучше, конечно же. Пока мясо будет обжариваться с двух сторон. Очень сильно надо его обжарить, то есть запечатать. Мы дадим вам возможность посмотреть небольшую, маленькую, но увлекательную рекламу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Передача «Любимый дом» любит таких разговорчивых, интересных людей. И так же она любит горчичное масло в горленько. Вкус здоровья, вкус здоровья. Настоящая природа, здоровья и произведено здесь, в нашем регионе. Так, ну что, мы сейчас мясо уже переворачиваем. Да. А я пока, да, все гости и телезрители отдыхали, смотрели на рекламу, я понаблюдал, что вы здесь уже что-то замешали. Что это такое? Да, это сливки и немножко майонеза чуть-чуть. А сливки и немножко майонеза? Да. А это я посыпаю любой приправой. Ну, у меня здесь мели-сунели. Ага. Вот. А сливки и майонез это для чего? А это потом мы зальем и поставим чуть-чуть притушиться это мясо. То есть, а, это для мяса. Для мяса. А пирог, пирог, пирог больше ничего заливать не будем, да? Ничего, все. Все готово? Там все уже, да. Татьяна Петровна, ну расскажите. Так. Ну, я отбила это мясо. Потом я в сильно-сильном огне обжарила каждый кусочек. Это уже готово? Это еще будет, поставлю сюда же, не в печку, а сюда же, на огонь. Ну, к сожалению, это надо будет выложить, как следует. Так. Вот. Потом, ну, солью я потом, потому что если сразу солью, то мясо не будет такое сочное. Соль, она вытягивает воду. Поняли меня, да? Да. Вот такая мелочь. Мелочь, но правильная мелочь. Вот. Сильно обжарю, потом, значит, я слоями лук. Вот для чего много лука, сейчас скажу. Лука много надо сделать. Он, когда потушится, он дает вкус определенный. А вот зачем мы 12 килограмм лука нарезали, да. Чуть побольше, 28. 28. 28, да? Вот так. Вот сейчас еще вот это вот обжарится. Татьяна Петровна, расскажите вот про улыбку. То есть три... А, мы не договорили, мы не договорили. То есть с трех лет девочки, мальчики, ну, примерно с пяти лет лучше. Да, да, да. Дальше что происходит? Ну, вы понимаете, почему это происходит? Почему мальчики с пяти лет? Девочки с трех, а мальчики с пяти. Потому что мальчики позже взрослеют. Ну, да, даже это знаете. Я думала, только хореографы это знают. Ну, потом мальчишки быстро-быстро догоняют и потом перегоняют. И потом перегоняют, да? Ну, а ты занимаешься, ну, допустим, ну, например, девочки, вот с трех лет занимаешься, сколько лет ты в младшей группе? И как они переходят? С младшей, старшей? Сначала подготовительная примерно до пяти лет. Так. Потом до шести. Потом младшая концертная. Когда они много уже танцев танцуют, концертируют. У меня, например, у младшей концертной сейчас, они с трех лет. Мы с трех лет начали собирать детей, принимать это буквально года четыре назад. Вот. А потом они, значит, когда у них младшая концертная группа, уже целая, большая. Уже танцев, наверное, восемь. Восемь, да? Да, много. Они могут уже сами концерты давать с кем-то в Перебиске. Понимаете? Да, вот так. А им еще, а они еще показывают в первом или в втором консе, очень маленькие. Ну, на большую сцену сразу, да, выходят, я так понимаю? Всякие сцены у нас есть. Мы вот в пятницу, у нас была огромная сцена, ЦКЗ. Написать, что там за сцена? Ну. А вот в чемпионате мы будем участвовать, там сцена нам строят 50 на 25 и высота 18. Вот там вообще будет 200 человек танцевать одновременно. Ваших? Да. Задаюсь вопросом. А сколько сейчас одновременно у вас занимается детей? Занимается, ну, детей примерно 700. И 40 животных. 700 детей? Да. Ну, вместе с филиалом. Это серьезный подход. Вместе с филиалом. А с филиалом? Вместе. А, вместе с филиалом. 700, то есть вы дарите здоровье и счастье одновременно. Да, но там вот есть совсем маленькие трехлетки, где-то они года три пока нигде не выступают. Их много групп. Вообще у нас 22 возрастные группы. Это много. Это много. Много, да? Да. Много в смысле... Народу много. Но все хотят. Все хотят. И пусть хотят. Все хотят. Плохо ж, когда мало. Да. Вот сахар, сахар. Это соль. А, соль. Сахар сюда не надо. Сахар сюда не надо. Я аж взбодрился немножко. Так. Это приправа-то. Приправа, да. Все, размешали. Вторая партия мяса практически готова, да? Да, да, да. Мясо. Обжарили. Лук. Прослойку. Мясо, лук, да? Да. И после этого тушим. Да. Я проверю пирог. Да, 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 да. Он зарумянился или нет? Ну, пирог готовится. Готовится. Да. Еще, в принципе, да, есть время, пусть он готовится. Так, мясо, мясо, мясо. И лук наш любимый, да? Да. Все, сверху лук. Немножко маленькая кастрюлечка, у меня дома побольше. Я начал. Плита, значит, у вас смощнее, кастрюля больше, да? У народу много, много надо. Ну, да, да. Ну, я послушал, как бы в детстве, да, придет к вам, значит, 200 человек. Да ладно. Пироги всем готовить. Ладно, в детстве. Не в детстве это было, в молодости. В молодости, мам, в молодости. Я прослушал. Когда у меня уже дети были. А-а-а. Вот. А, воды, водички сначала. Водички, да. Водички сначала. Сначала водички. И ставим все на огонь. А сверху соусом? Это потом. У нас, в принципе, все готово. Ну, вернее, готов пирог, да? Пирог, да. Татьяна Петровна, доставайте. Я эксперт в деле пробования, да, поэтому сейчас будем пробовать. А как сказал Татьяна Петровна, он получился не очень красивый, да? Да, потому что, ну, тесто всякое бывает, его просто чуть поменьше было в этой именно упаковке. Да. Ну, ничего, зато он безумно вкусный. Безумно вкусный. Ну, я предлагаю пробовать, да? Уже вкусно же пахнет? Очень вкусно пахнет, да. Но нужно попробовать, а для этого мне нужна как минимум вилка наверняка, да? Вилка. Сначала его порезать вообще-то как бы. Ну, нож и вилка, да. Нет, пусть он маленько остынет, значит, развалит. Нет, 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 я хочу сейчас попробовать разрезать. Зачем? Попробуйте. Наверное, это получится как-нибудь. Подождите. Ну, что вы одну корочку-то? Вот так. Так. Уральский рецепт. Да уж. Оцените. Кстати, наша пища, она должна быть нашим лекарством. Да. Да, и Горлинка с этим полностью согласен. Другая Марка Горлинка. О, вот такой большой кусок вы хотите мне? О, как мужчина высокий такой, красивый. Спасибо, мне никто раньше этого не говорил. Ой, батюшки, чужая не котка. Хулиганы, да? Так, ну что, пробуем? Пробуйте. Я с удовольствием. Ничего страшного. Я попробую и скажу свой вердикт. Ну, очень горячий, как вы будете пробовать? Над скорочкой. Над скорочкой. Нет слов. Одни эмоции. Он маленько должен остыть. Не знаю, мне это не нравится. Он просто великолепен. Горячий какой-нибудь. Я предлагаю заканчивать нашу программу. Так, мы еще не доделали мясо. А, ну, вы пока занимайтесь мясом, я буду дегустировать дальше. Так, вот в мясо нужна заливочка. Так. Здесь у нас соль, приправы немножко и, сейчас скажу, чуть-чуть майонеза и сливки. И сливки, так. Изумительный пирог, Татьяна Петровна, изумительный. Я с пирогом дальше. А мясо, тем временем, готово. Да, можно уже потихоньку его на тарелку. Да, кстати, хотел бы сказать, что за нашей спиной, ну, две, как минимум, кухни находятся. И на фоне этого готово столько, много знаменитых людей в нашем регионе. И будем мы продолжать приглашать таких классных, как вы, Татьяна Петровна, людей. Чтобы и глаз радовался, и вкусно, и полезно, да и вообще. Такая передача, мне кажется, каждому по душе. А это одна порция? Как хотите. Как хотите, в зависимости от человека, да? Конечно. Как хотите, так, этот. Немножко, немножко бульона, да. Но, честно скажу, мясо, оно уже, на мой взгляд, очень вкусное. Красивое. Очень красивое, да, красивое. Будем пробовать. Давайте быстренько пробежимся по рецепту. По рецепту? Да. Значит, нарезать или лопатку, или шею. Так. Поперевка, волокон обязательно отбить чуть-чуть. Ну, где-то сантиметровые такие должны быть они. Отбить его надо. Поперчить или чем-нибудь, каким-нибудь, какой-нибудь приправой там. Ну, я хмель-сунели сделала. Сильно обжарить с двух сторон. Соли пока не надо, потому что соль, она вытягивает сок. Потом, значит, много лука приготовить заранее. И слоями в кастрюльку сложить. Значит, мясо, уже обжаренное с двух сторон. Лук, много, большую такую прослоечку. Потом опять мясо и лук. Потом, значит, все это залить водичкой. Водичкой. Все это маленько про... Лук должен пропариться с водичкой. А потом взять сливки. Ну, где-то 200 грамм примерно. Разбавить чуть-чуть туда майонеза. Посолить обязательно. Иначе лук все не соленое. Посолить и залить. И это менять сур вложу. И готово. Да. Вот два таких прекрасных блюда. Это пирог поуральский и мясо поуральский. По семейному. Пирог поуральский, мясо по семейному. По мировому. Татьяна Петровна нас приготовила. Я по-прежнему хочу почему-то съесть весь пирог. Я не знаю, с чем это связано. А мы заканчиваем. Желаем всем приятного аппетита. Если вы находитесь перед столом. Или в ближайшее время туда отправитесь. В гостях у нас была Татьяна Петровна. Руководитель Волгоградской детской областной филармонии. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Посетили нашу студию. И помните, друзья, что это программа «Любимый дом», с которой легко готовить. Очень вкусно жить. И самое главное, что хочется сказать, что не делает так ужин ничто таким вкусным, как отсутствие обеда. Очень приятного аппетита. Приходите к нам делиться. Спасибо. 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 Спасибо.